А прошлый раз поводка на Агумишне была в 2013-м, причем, ведьма масштабная. Зато и потом, на протягу трех годов, земля необходной великой практически не отрымливала. Справа дошла до того, что в широкую району у колодежек не засталось воды. Сказать, что сегодня эта поводка будет масштабной, поколь нема не каких подставок, а ли у тем, что на большинстве рек вода выйдет на пойму, гидрологи упыльнены. В бассейнах рек Днепра, Сажа, Березины отмечается рост уровней воды. Он значительный уже от 5 сантиметров и до 18. На реках бассейна Припяти и ее притоках рост уровней воды незначительный, от 1 до 5 сантиметров. Могут быть заторные явления в связи с тем, что река вскрывается, то тогда уровни достигают и 60, и 70 сантиметров. Это при заторных уровнях. Если резко тепло, но все это тает, идет ли доход, и где-то на поворотах рек и у мостов появляются заторы. Жахары, размещенных на берегах водоема в Йосок, на максимальной поводке относятся навод с радостью. У речи можно будет сподеваться на добрый ураджай. Бодает самая актуальная проблема перед початком поводки. Заховывание населением правилу беспеки на водоемах. Неодействие на смотрике попереджения свода, колкость рыбаков на все больше тонком леде практически не изменшается. Оштрафовать их по законодавству нельзя, а то умышальная размова эффекты, как правило, не приносит. Подтопление еще не началось, але водоемы уже уявляют реальную небезпеку. Вода подмывая лед, який становится рыхлым. Ось тут его товщиня может быть 30 сантиметров, а зусим побочек у сего 5. Шанс на вартование, зразумела, есть за счет, але здесь есть сенс рызаковать. До селетней поводки рыхтуются и вартовальники. Причем до уз дыма воды, и они относятся навод к остановшим. По-перше, у речи заполнится суперспожарные водоемы, а по-другому, есть верогодность, что селета не будет значимых пожаров на торфяниках. Что-то, если непосредственно вартовальных операциях, то отповедные тренировки проводятся регулярно. А проблем с наявностью спецсородку на Гомишине немало уже нескольких годов. Поводка, кажется, не цунами, да и ей можно подрактоваться и оказать допомогу усим, кто будет иметь у ее потребу. У нас созданы в области три сводных отряда. Один областной, один на базе Петрикова и Житкович, которые более подвержены подтоплению района. Техника готова, проверены сводные отряды, личный состав готов. В общем, мы готовы спасать, скажем так, отвозить на сухие территории и животных, и людей. Олег Сентюров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомик».